Хауди-хо, друзья! Сегодня у нас уже 14-й урок по языку программирования Python. И сегодня мы поговорим об исключениях в языке программирования Python. Так, запускаем консоль, запускаем наш любимый редактор и поговорим о том, что такое исключение. Исключение определяет поведение программы, когда при возникновении какой-либо ошибки программа останавливает свое исполнение и выбрасывает в консоль ошибку. Какая это может быть ошибка? Представьте, что вы пишете программу, которая выводит на экран слово «Привет, мир». Окей, запускаем, все отлично. Но где-нибудь вы случайно допустили какую-нибудь ошибку, допустим, поставили случайно левый символ. Если вы запустите программу, вы получите вот такую вот ошибку «SyntaxErrorInvalidSyntax». Я вам показываю даже, что вы не так сделали. Вот это называется исключением. То есть вы допустили какую-то ошибку, Python выбросил исключение, в данном случае «SyntaxError» и, соответственно, остановил исполнение программы. Чтобы у вас дальше не было написано, это что-то не выведется на экран. Вот смотрите. Как видите, вот на этом месте он останавливает исполнение программы. Это называется исключением. Еще может быть исключение тогда, когда вы пытаетесь поделить на ноль, потому что этого не может быть, и любой язык программирования в этом случае останавливает программу, выбрасывая исключение. Почему я говорю «выбросить исключение» позже вы поймете, мы об этом тоже поговорим. И, соответственно, попытаемся поделить, к примеру, 7 на ноль. Это нереально, поэтому Python выбросит исключение. Как видите, ошибка. ZeroDivisionError, DivisionByZero. То есть он нам сообщает, что делить на ноль невозможно, и это ошибка. Вот такая вот интересная вещь – исключение. То есть с помощью исключений Python может нам сказать о том, что произошла какая-то ошибка. Но при этом бывают такие случаи, их очень много. Когда нам не хочется, чтобы программа останавливалась. Мы, допустим, захотим получить контроль над этим процессом. То есть остановить программу или нет, и что-то предпринять. Эта операция называется процессом обработки исключений. То есть то поведение, когда Python ловит ошибку и выбрасывает ее в консоль, останавливая исполнение программы дальнейшее, может быть контролировано программистом. То есть может быть взято под контроль. И сейчас мы поговорим о том, как это сделать. Итак, смотрим. Но прежде всего этого хотелось бы поговорить немного о том, какие вообще бывают исключения. Бывают исключения следующие. Бывает Import Error, бывает Index Error, сейчас я расскажу о всех о них. Бывает Name Error, бывает потом Syntax Error, которую мы только что видели. Затем бывают еще Type Error и бывает еще Value Error. В принципе, это самые распространенные шесть типов исключений, которые бывают в Python. Import Error появляется тогда, когда произведен неверно импорт. То есть вы попытались, к примеру, импортировать какую-то библиотеку, которой у вас нет в Python. И в этом случае будет выброшена Import Error. Index Error выбрасывается в том случае, когда вы пытаетесь получить доступ к какой-либо ячейке списка, которой в нем нет. То есть, к примеру, у вас список состоит из 100 значений, а вы пытаетесь получить доступ к ячейке номер 105. Такое не существует, и Python выбрасывает Index Error. Дальше Name Error. Name Error возникает тогда, когда вы пытаетесь, к примеру, использовать переменную, которой не существует. Syntax Error возникает тогда, когда в исходном коде программы допущена какая-то синтаксическая ошибка, как мы ранее сделали. То есть, вы помните, мы написали print что-то, что-то и поставили случайно левый символ. И в этом случае, как вы помните, Python выбросил нам Syntax Error. И давайте Name Error сразу покажу тоже. Name Error. К примеру, вы попытаетесь использовать переменную, которой нет. Смотрите, значит, я создам переменную Name и попытаюсь вывести ее на экран. High Name, к примеру. Запускаем. Все выводится. Но если бы у нас этой переменной случайно не было, а я ее пытаюсь использовать, в этом случае Python выбрасывает Name Error. Вот так вот. Или, как вы помните из прошлых уроков, мы можем эту переменную случайно удалить следующим синтаксисом. Delete Name. Print. Если запустим, опять-таки Name Error, потому что этой переменной Python уже не знает. Дальше бывает еще Type Error. Type Error возникает в том случае, когда вы пытаетесь передать в ту или иную функцию какой-либо аргумент, тип которого не совместим. То есть, к примеру, как вы помните, когда мы пытались прибавить или вывести на экран, допустим, число, а выводить на экран можно только строки. Давайте сразу покажу. Пытаемся вывести, допустим, на экран сконкатенированное слово какое-нибудь, соответственно, с числом. В этом случае произойдет ошибка. Так, запускаем. Type Error. Can't convert int object to str implicitly. Как вы помните, в этом случае мы применяли конвертацию. И в этом случае все заработает. Вот это называется Type Error. То есть, когда тип, передаваемый переменной, не такой, как нужно. И последний, самый распространенный тип исключений – это Value Error. Value Error возникает тогда, когда тип, переданный переменной или переданного значения, тот, что нужен, но значение не такое, как нужно. То есть, к примеру, какая-либо функция ожидает от вас получить булевое значение, а вы передаете строку. В этом случае вполне может быть выброшено Value Error, исключение. Так, окей. Ну, а сейчас вы видите на своих экранах задачку для закрепления только что полученных знаний. Как вы думаете, при исполнении этого кода, какое исключение будет выброшено Python? A. ZeroDivisionError, B. TypeError или C. ValueError. Можете подумать и поставить видео на паузу. Ну, а я сообщаю результат. При исполнении данного кода на экран будет выброшено исключение TypeError. Ответ B. Если вы так ответили, то круто, вы полностью поняли тему. Если нет, и у вас был другой ответ, то просто продолжайте смотреть данную тему или попробуйте пересмотреть заново урок. И, как вы помните, в самом начале данного урока я говорил о том, что мы можем контролировать процесс появления вот таких вот исключений. То есть, взять над ними вверх. И как сделать это в Python? Для этого, к примеру, давайте создадим такое исключение. Попытаемся 7 поделить на 0. Мы уже знаем, что данный код выбросит ZeroDivisionException. Запускаем ZeroDivisionError. Дивижн by Zero. То есть, делить нельзя по 0. И, соответственно, Python выбрасывает исключение. Но что, если я не хочу, чтобы данная программа останавливала свое исполнение? Допустим, после этого у меня идет вывод на экран слова «программа завершена». Точнее, фразы. Окей. Запускаем. И в этом случае фраза «программа завершена» никогда не будет выведена на экран. Потому что вот эта строка номер один выбрасывает у нас исключение. И Python, как всегда, по своему стандартному поведению остановит исполнение программы. Но мы можем взять это поведение под контроль. С помощью конструкций, которые называются TryExcept. И пишут они следующим образом. Мы пишем слово Try. Попытаться. Дальше ставим двоеточие. И, соответственно, вот здесь уже с отступом, как в случае с созданием функций, мы прописываем код, который теоретически может выбросить, соответственно, исключение. То есть, как можно понять, данный блок будет пытаться поймать данное исключение. То есть, не будет пытаться, а будет его конкретно ловить. Но дальше мы должны поставить еще один блок, который, соответственно, займется обработкой данного исключения, если оно вдруг появится. И следующий блок у нас называется ExCapt. Также здесь мы этому блоку ExCapt должны указать, какое мы ловим исключение. В нашем случае, к примеру, я хочу поймать ZeroDivisionError. Так и пишем. Окей, и если мы его поймали, выведем на экран свое слово. Поймано, исключение, деление по нулю. Окей. Запускаем программу. И видим, что программа не выбила, не завершилась. Вывелось на экран наше вот это вот слово. Поймано, исключение, деление по нулю. И, соответственно, вывелось фраза программа завершена. То есть, я выполнил свою задачу. Я поймал это исключение. При этом я мог ничего не указывать здесь. И еще один момент. Когда вы не хотите ничего указывать, ничего делать, то есть, блок кода пустой, вы можете указывать просто ключевое слово Pass. Это значит пропустить. То есть, если вы здесь ничего вдруг не оставите и попытаетесь запустить программу, то появится ошибка. IndentationError. Это еще одно исключение в Python. Но мы поставим Pass, и это место будет пропущено. Соответственно, запускаем снова. И получаем просто написать, что программа завершена. Если бы мы делили, к примеру, на какое-нибудь другое число, на делимое, тогда мы получали ответ. Но мы делим на ноль. Python выбрасывает ZeroDivisionException. Дальше вот этот блок ExCapt ловит это исключение. Именно его, ZeroDivisionError, и исполняет тот код, который вот здесь указан. Так, давайте вернем то, что у нас было здесь указано. Вот это вот. Очистим, запустим заново. И, как видите, ловим это исключение. Так, окей. Также хотелось бы поговорить о том, что вы можете здесь вообще не указывать какое-либо исключение. То есть, к примеру, просто указать ExCapt. В этом случае пойманы будут абсолютно все исключения, которые вообще возможны. То есть, к примеру, запускаем код, поймано исключение. Только уберем деление по нулю, потому что мы уже не знаем, какое было поймано исключение. Просто поймано исключение. Все. Можно даже написать какое-то. Окей. А если мы здесь, допустим, синтаксическую ошибку, что-нибудь поставим, Python все равно запустится и скажет поймано исключение. И даже если бы у нас там не было деления по нулю, он бы все равно выбросил это исключение, потому что на самом деле было поймано исключение синтаксической ошибки. Но мы можем точно определить, какое было поймано исключение. При этом всем хочется также сказать, что вы можете определить не один блок ExCapt, а несколько. То есть, к примеру, вы можете ловить разные исключения. К примеру, вот этот блок, так пишем ZeroDivisionError, этот блок у нас будет отвечать за поимку исключения деления по нулю. Поймано исключение деления по нулю. Вот этот блок, второй, у нас будет отвечать, соответственно, за поимку вообще любых исключений, которые вдруг не были перечислены сверху. Также хотелось бы поймать исключение синтаксеррор. Это синтаксическая ошибка. Поймано исключение синтаксическая ошибка. Окей. Так, попытаемся запустить этот код. Что интересно получится? По идее, он должен поймать синтаксическую ошибку. Так, поймано какое-то исключение. Давайте посмотрим, что не так. Уберем все поимки, уберем Try и попытаемся запустить программу. NameError. Ага, он воспринимает вот этот символ как переменную. Я даже не подумал об этом. Ну ладно, поставим вон там, допустим, символ А, как в прошлом разе. Так, запускаем. И, как видите, получаем ошибку. По идее, вы можете ловить абсолютно все исключения, но есть одно исключение из этих правил. Немного игрослов получается, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. В Python невозможно поймать вот этим вот методом всего лишь одно исключение, а именно SyntaxError. Его вы никак не поймаете. То есть, если у вас здесь синтаксическая ошибка, то Python не сможет ее поймать. Любое другое исключение, ZeroDivisionError, NameError или тому подобное исключение, Python ловит вполне удачно. Но вот SyntaxError он поймать не способен. И как поймать SyntaxError? На самом деле, поймать SyntaxError в Python это достаточно нетривиальная задача и очень редко требующая. Но, тем не менее, такая возможность есть. Немного забегая вперед, я покажу, как это сделать. В Python есть такая функция, которая называется Eval. И эта функция нужна для того, чтобы исполнить произвольный код. К примеру, спросить у пользователя, какой бы запустить код в Python и исполнить его. Если мы заключим таким образом проверяемый код в эту функцию Eval, тогда мы сможем поймать SyntaxError. Естественно, это требуется, как правило, только для маленьких кусков кода, чисто для того, чтобы проверить, как это все работает. Теперь, если мы запустим, мы поймаем исключение, синтаксическая ошибка. Вот такая вот достаточно небольшая мелочь, но, тем не менее, знать полезно. Поэтому SyntaxError не пытайтесь поймать. Ну, естественно, большие участки кода заключать в Eval, это тоже небольшая глупость, на самом деле, поэтому просто можете забыть про поимку синтаксической ошибки. На самом деле, исключение и вообще весь этот принцип был придуман только для того, чтобы ловить действительно какие-то нужные ошибки, а не такие, как синтаксические. Потому что, допустим, если у вас синтаксическая ошибка, то программист должен ее сам саморучно исправить, а не искать, почему там оно вдруг выкинулось. Потому что синтаксическая ошибка – это такая вещь, которая выбрасывается статично. То есть, к примеру, оно не может зависеть от каких-то внешних факторов, если вы, конечно, не построили программу каким-либо особенным образом. Окей. Поговорили дополнительно о некоторых моментах. Также мы поняли, что можно ловить много исключений сразу. Давайте, кстати, попытаемся поймать какое-нибудь еще исключение. К примеру, NameError – это когда переменной не существует. Коймное исключение – не существующая переменная. Окей. И попытаемся, соответственно, применить ее. Допустим, поделить какую-нибудь цифру, Number, на 4. Или даже на 0. Без разницы. Давайте попытаемся оба исключения выкинуть. Окей. Заметьте, переменной и Number у нас не существует. Запускаем. Поймное исключение – не существующая переменная. Почему так произошло? Почему он поймал сначала NameError, и только потом не поймал ZeroDivisionError? Так произошло, потому что в Python код исполняется сверху вниз и слева направо. Сверху вниз идет все окей, а слева направо, как видите, первым он натыкается на несуществующую переменную Number. Поэтому он сразу выбрасывает исключение типа NameError, которое удачно подхватывает наш блок XCAPT и выводит вот это сообщение на экран. Думаю, понятно объяснил. И еще один момент, который хотелось бы объяснить. Так, соответственно, вот это уберем пока. Последний момент, который хотелось бы разъяснить по поводу XCAPT, это что вы можете заключать сразу несколько типов всяких исключений в круглой скобке. Следующим образом. Пишите XCAPT, ставите круглые скобки и перечисляйте здесь через запятую, какие вы хотите поймать исключения. То есть это самый обычный список получается. Прописываем здесь, допустим, ZeroDivision, Error, Name, Error, какие еще бывают, ValueError и TypeError. К примеру, четыре разных исключения пытаемся поймать. Так, я увеличу окно. И выводим на экран. Поймано плохое исключение. Бу-га-гашенька. Вот так вот выводим на экран. Если поймано одно из этих исключений. Запускаем. И смотрим, что она была поймана. Окей. С этим разобрались. И последнее, пожалуй, что касается этой всей конструкции TryXCAPT, это то, что есть еще один дополнительный блок, окромя Try и окромя XCAPT, который называется Finally. Записывается он следующим образом. И данный блок нужен для того, чтобы исполнить какой-либо код, вне зависимости от того, было поймано исключение или не было. То есть данный код исполнится абсолютно всегда. Мы можем сюда поместить, к примеру, какую-нибудь фразу. Конец поимки, к примеру. Вот так вот. Запускаем. И смотрите. Было поймано исключение. Выводится слово конец поимки. И финальная фраза программа завершена. То есть вот этот блок сейчас исполнился, когда у нас поймано исключение. Давайте уберем все исключения. К примеру, поделим 6 на 2. Запускаем. И смотрите. Выводится результат, исключение уже никаких не поймано. И все равно выводится фраза конец поимки. И программа завершена. Как видите, весь код, написанный в блоке Finally, будет исполняться в любом случае, вне зависимости от того, было что-то поймано или не было. Так, окей, с этим разобрались. А теперь хочется обсудить последний для данного урока момент, а именно о том, как выбрасывать свои собственные исключения. Кстати, да, вы можете создавать свои собственные исключения. Таким образом, к примеру, какие-либо библиотеки в Python, которые вы скачиваете и устанавливаете, могут иметь свой уникальный список каких-либо исключений. И вы, соответственно, зная название этих исключений, можете их ловить и что-то дальше делать с этим делом. Ну а чтобы выбросить свое собственное исключение, применяется конструкция в Python, которая называется RISE. Пишется следующим образом. RISE с английского переводится как поднять. Ну а для более такого сленга будет звучать как выбросить. Именно поэтому весь урок я говорю, что исключения выбрасываются. Так более нормально звучит и более сразу понятно, что происходит. Так, окей, RISE. Давайте попробуем поднять свое собственное исключение. Удалим все это дело. Запишем наш код в try, потому что только в try код может отслеживаться. Хотя, в принципе, RISE можно использовать и вне блока try. Но в этом случае от этого толку будет мало, потому что код, который мы напишем, не будет находиться в try и, соответственно, не сможет быть отловлен. Окей. Пишем, к примеру. Создаем переменную погода. Присваиваем ей значение зима. Так, хотя погода плохая, хорошая бывает. Давайте плохая пропишем. И пишем if. Соответственно, погода равняется плохая. Тогда RISE какую-нибудь ошибку. К примеру, typeError выбросим. Окей. И попытаемся его поймать. Xcapped. TypeError. Выведем на экран. Поймано исключение. TypeError. Окей. Выпускаем программу. Смотрите. Получаем сообщение. Поймано исключение. TypeError. То есть, с помощью вот этой вот конструкции на линии 4 мы выбросили свою ошибку. Если бы погода была хорошая, то это исключение выброшено не было бы. Можем даже написать там finally. Ну ладно, пока и так пойдет. Как видите, ничего не выброшено. То есть, когда погода хорошая. Так, я туда сстроен погодный, я писал. Хорошая. Ничего выброшено не будет. И только когда она плохая, будет выбрасываться TypeError. Данное поведение бывает иногда достаточно полезным. Допустим, для того, чтобы самостоятельно выбрасывать какие-то ошибки, которые сам код не может отследить. Это особенно бывает полезным, когда вы будете составлять свои собственные библиотеки для Python. Модули, библиотеки и тому подобное. Там вам будет очень полезно выбрасывать свои собственные исключения. Сейчас мы поговорим о том, как создать свой тип исключений. Но перед этим обсудим еще немного о RISE. Это первый вариант того, что может быть, когда вы просто указываете тип исключения. Также RISE может быть немного изменен. Когда мы пишем в круглых скобках дополнительное описание о том, почему было выброшено данное исключение. К примеру, пишем тест слово. И здесь будет выброшено исключение от TypeError, а в его деталях будет указано тест. Давайте запустим. Перед этим сменим погоду на плохую. И естественно уберем нашу поимку, чтобы просто было выброшено это исключение. И смотреть, что произойдет. Так, запускаем. И получаем ошибку. Unexpected End of File. Так, а, ну да, я забыл убрать этот код из блока try. Потому что когда мы поднимаем свои исключения, они не должны быть в блоке try. Так, окей. И запускаем. Угу, окей. Как видите, получаем следующий результат. TypeError. И здесь указывается то, что мы указали. По идее, это должно служить объяснением того, что происходит. Ну, а что я сказал ранее, то, что мы не можем ловить, на самом деле мы можем. Следующим образом, просто обычно это не делается. Смотрите, если вы напишите просто вот так, у вас программа не запустится, потому что не поймет, что происходит. Поэтому вы обязательно должны ловить свои исключения. Или вообще какие-либо. Допустим, поймаем сразу все исключения. Исключения пойманы. Окей. Так, запускаем. И смотреть, что получаем. То есть, таким образом мы можем ловить свои исключения, но чтобы еще и вывести вот этот текст, мы можем, в принципе, сделать без шрая. Следующим образом. Окей. Таким макаром мы можем выбрасывать исключения прямо в консоль, останавливать программу и при этом объяснять, что вообще происходит. При этом всем, как я сказал, когда вы выбрасываете райс внутри экскепта, вы можете его самостоятельно ловить. Есть одна интересная особенность у такого вида райза. Допустим, запишем опять какой им быть код. Да хотя бы тот же. Только вчера его уже опять выкинем. Хотя нет, давайте по-другому. Попытаемся опять поделить на ноль. Это будет вам понятнее. Делаем экскепт. И смотрите, по идее, когда вы делаете экскепт, Python не выбрасывает в консоль вот это вот исключение. Вот таким вот образом. Вот. То есть он не выбрасывает это исключение, его детали. Но как это сделать? Я думаю, у вас возник уже этот вопрос. Чтобы это сделать, вы можете просто указать райс и не передавать никакие дополнительные параметры. То есть просто его вызвать. В этом случае будет следующее. Как видите, выбрасывается это же исключение. То есть когда вы вызываете райс внутри экскепта, он выбрасывает свое же исключение, по которому был вызван. То есть вы можете что-то до него вывести, допустим, или сделать, если вы хотите что-то сделать. Вот, вывело слово тест. И после этого выбросить это же исключение. Вот такое вот интересное достаточно поведение, которое бывает крайне-крайне полезным. Ну, а для того, чтобы в Python создать собственный тип исключений и выбрасывать их, допустим, исключение, которое мы назовем Howdy Ho, они создаются достаточно интересным образом через создание своих классов. Это немного затрагивает ООП. Мы забежим немного вперед и попытаемся создать свое собственное исключение. В Python оно делается следующим образом. Вы пишете ключевое слово класс и дальше указываете название исключения. Допустим, Howdy Ho. И дальше в круглых скобках указываете слово экскепшн. Окей. Следующим образом. И пас, чтобы блок кода этот был пустой. На самом деле здесь в блоке кода обычно он не пустой. Там обычно указывают всякие дополнительные параметры к этому исключению. Типа его поведение, его условия и тому подобное. Но на самом деле нам хватит просто и этого. И в этом случае мы можем выбросить райс Howdy Ho. Можно даже по конвенциям Python прописать error в конце. Окей. Запускаем. И смотрите. Было выброшено исключение Howdy Ho error. Вот так вот. Можно даже детали какие-нибудь. Тест. Следующим образом. Как видите, все работает. Таким образом можно создавать свои исключения. Но это мы немного вперед забежали. И пока оно нам не нужно. В будущем, когда мы будем создавать свои собственные модули. Когда мы уже пройдем объектно-ориентированное программирование в Python. И тогда мы это все будем активно использовать. Тем не менее, я думаю, будет очень полезно вам знать то, как обрабатывать исключения, как они работают, для чего нужны и тому подобное. И об этом всем вы только что узнали в этом уроке. Ну а на этом все. Вы смотрели канал Howdy Ho. Не забывайте подписываться на нас. Ставьте лайки. Рассказывайте об этом видео, друзья. И удачи! Субтитры сделал DimaTorzok